Из района в район День оленевода шагает по Ямалу. Именно в нашем округе выпасается самое крупное поголовье северного оленя. Уникальность еще и в том, что здесь оленеводство остается образом жизни семей тундровиков, по сути, сохранилось в первозданном виде, а олени пасутся рядом с промышленными объектами. Взаимодействие между собой, а также районной властью, представителями ТЭК, стороны обсуждают в апреле на ежегодном слете оленеводов и охотников в Ярсале. В этом году он юбилейный, 55-й. 55-й – юбилейный слет оленеводов и охотников Ямальского района. Более 20 лет содружества «Газпромдобыча на дым» и муниципального образования. Интересы жителей тундры – вот то, что учитывает общество, планируя свою производственную деятельность. Газовики понимают – люди севера должны заниматься традиционными промыслами. На полуострове решается государственная задача по добыче углеводородов. Для ПАО «Газпром», в частности «Газпромдобыча на дым» – это стратегический регион. С 2008 по 2013 год в рамках программы «Комплексное освоение месторождения полуострова Ямал», как уже было сказано Андреем Николаевичем, производились, коэффициционные выплаты направлены на развитие инфраструктуры и территории затронутых реализаций данного проекта. В рамках коэффициционных выплат администрации Ямала-Ненецкого автономного округа проведено более 70 миллиардов рублей. Эти средства направлены на развитие территории. Ямальцы построили убойно-перерабатывающие комплексы, приобрели мобильные комплексы в спутниковой связи, возвели многоквартирные дома для тундровиков, перешедших на отседлый образ жизни, амбулатории, сады, школы, спортивные и культурные учреждения. Обветренные, загорелые лица, мужественные люди, сильные духом кочевники. Сегодня Ямальский район – единственный в автономном округе, где этот праздник проводится без перерыва 55 лет. Постоянная миграция летом на север полуострова, зимой на юг не позволяет встречаться чаще. Эта уникальная особенность – постоянная кочевия – сохранилась через века, не изменившись корни до сегодняшнего времени. В стороны подчеркивают, главное – это системная работа по решению основных социальных инфраструктурных вопросов, которые отражают потребности жителей Ямальского района. Газодобытчики традиционно помогают с доставкой кочующего населения в тундру, оплатой учёбы студентов и лечением тундровиков. Организуют специальные переходы для олених стад через действующее Баваненковское месторождение. Места согласовали с оленеводами. Главный приоритет сегодня уже несколько раз на совещании это слово прозвучало – это грамотный конструктивный диалог. И научиться слышать и слушать в той и другой стороне, потому что здесь вековая история, традиция, а здесь сегодня государственный заказ на получение углеводородов и пополнение бюджета Российской Федерации. Здесь главный диалог, и я думаю, что сегодня он получается в Ямальском районе. Сергей Николаевич Ёмко чётко сказал, поэтому мы к этому стремимся и будем. И я думаю, пожелаю Газпром, Георазведке, коллегам выполнять все условия. Но они выполняют, они стараются, они перенимают опыт, тем более мы с собой общаемся. Понимать друг друга – это возможно при желании находить компромисс и чётком взаимодействии сторон. Светлана Туседа, Игорь Заборозки, телевидение «Общество Газпромдобыча на дым» при содействии Управления информационной политики администрации Ямальского района. Анастасия, Северская Казахстан. Продолжение следует...